приветствую всех друзья и сегодня у нас с вами приготовление грибов сегодня мы будем готовить прекрасные грибы зонтики я уже как-то снимала видео о том как они растут в лесу и какие они как они выглядят когда их собираешь я ссылочку оставлю на видео и под видео в описании в инфобоксе я хотела немножко рассказать о самих грибах прежде чем мы просто приступим к рецепту грибы я смотрела недавно видео тоже одной девушки она рассказывала там что вот такие зонтики и как они выглядят и как их нужно собирать и она сказала что собирать нужно только шляпки она частично права до собирать нужно только шляпки то есть ножку мы полностью оттуда выковыриваем ножка несъедобная она очень жесткая ватная и в принципе ее нет смысла готовить она невкусная а шляпки нужно собирать и можно собирать только вот такие раскрывшиеся если шляпка по форме такой небольшой колокольчик то есть она только начала раскрываться такие шляпки собирать нельзя то есть обычно они вот так вот колокольчиком и здесь ножка когда гриб колокольчиком либо вот полу раскрытый колокольчик такие шляпки собирать нельзя они полу ядовитые а может даже ядовитые в общем то Собирать можно только раскрывшиеся шляпки. И сейчас он у меня обработан, то есть как он лежал в холодильнике, я убрала все чешуйки, которые на нем есть. Это вы увидите, если пройдете по ссылке, там я показывала, как гриб выглядит в лесу и как он в собранном виде. То есть я говорила, что на нем есть чешуйки, их нужно убирать. Так вот, этот гриб похож на шампиньон. По своим свойствам. То есть его можно есть сырым, его можно варить, жарить, парить, запекать, все что угодно. Но главная особенность, что его можно есть сырым. Я пока не рискнула, все-таки, знаете, лес это такое место, где очень много бактерий. Я имею ввиду грибных спор, каких-то животных, которые, ну сами знаете, испоржняются. Ладно, не будем о плохом во время еды. В общем, нам нужен вот такой вот обработанный гриб. То есть мы убираем все чешуйки и убираем полностью ножку. И я буду готовить его в кляре, потому что это самый для меня лучший вариант. Я пробовала разные, но этот мне нравится больше всего. И хочу сказать, что по своим вкусовым и каким-то, даже не вкусовым, а по своим каким-то таким вот качеством питательным, что ли, этот гриб приравнивается, как это ни странно, к куриной грудке. Но, приготавливая его в кляре, мы получаем ощущение, что мы едим рыбу в кляре. Как помните, в детстве вы наверняка жарили рыбу в кляре. Так вот, приготавливая его в кляре, и потом в дальнейшем, то есть когда вы начинаете есть этот гриб в кляре, по вкусу он напоминает рыбу. Удивительная вещь, но такой он интересный гриб. Называется он зонтик, и в народе, по-научному, я подпишу на экране, как он называется. И поехали, будем готовить. Я буду готовить кляр. Кляр я буду готовить универсально. Я уже в мисочку насыпала немного соли, потому что сами грибы сладкие, а мне хочется немножко пикантности. Итак, я буду использовать два яйца, они небольшие, может быть даже три. Если яйца крупные, то можно использовать два яйца. Да, я, наверное, использую три, они очень маленькие. Все довольно просто. Сейчас делаем кляр. В это время можно подключить сковородку, чтобы она нагрелась. И уже будем переходить непосредственно к приготовлению самих грибов. Я размешиваю просто вилкой. Нечего здесь с миксером заморачиваться. Получается довольно много. Так, и мы можем добавить муку. Я уже не раз говорила, что для меня самая лучшая цикольническая мука. Она самого такого хорошего качества. Насыпаю понемногу, чтобы понять, чтобы консистенция мне нравилась. То, что нужно для меня, она должна быть не слишком густая, не слишком жидкая. То есть, понимаем, что жидкая она сползет и останется на сковородке. А слишком густая она не сможет как бы облепить сам гриб. И, в общем-то, тоже ляжет кусками. Поэтому нужно найти золотую середину в плане консистенции, вот этой густоты. Также можно, допустим, если получился очень густой кляр, добавить немножко воды. Просто обычной воды. Она у меня здесь стоит рядом. Вот здесь вот фильтр. Если кто не видел, я приобрела недавно фильтр. Оставлю ссылочку на обзор с покупками. Наверное, будет какой-то отчет по поводу использования. Потому что очень многие писали мне, что этот фильтр не самый лучший. Но я на самом деле не гналась за лучшостью. Мне нужен был сам фильтр. Потому что это другая тема. Но для меня это жидковато. То есть здесь больше яиц. И мы добавляем еще немножко. Переборщить, в принципе, я не боюсь. Потому что можно добавить воду. Как я уже сказала. Немножко воды. И добиваться нужной консистенции. Да, вот сейчас получается густовато. Но можно добавить воды. Не совсем то, что я ожидала. Да, многовато получилось муки. Но я не переживаю. Сейчас мы соберем ее всю. Да, получилось довольно густо. Но с размер на трем яйцам. Все-таки до того, то есть когда первую муку я добавила. Было ощущение все-таки, что там одни яйца. Да, муки достаточно. И сейчас я добавлю немножко воды. Будем также добавлять по чуть-чуть. Потому что вода очень быстро разбавляет. Чуть-чуть. Буквально еще самую малость. Главное не переборщить. Так, поставлю сюда. Потому что уже вот консистенция именно та, что надо. Но вот буквально чуть-чуть водички, капельку нужно было. Да, вот она получается уже именно та, какая мне нужна. Вы смотрите по своему вкусу. То есть какая консистенция вам подходит. Ну, знаете, вот как для блинов, наверное, вот такая консистенция. То есть она не слишком густая, не слишком жидкая. Однородная. Мягкая такая, ровная. И она вот стекает. То есть она не кусками не падает, а она именно равномерно стекает с вилки. И дальше что мы делаем? Я буду использовать, наверное, не все грибы. Потому что их очень много. Возможно, что часть из них останется на будущее. Я пока отложу те, что мне мешают. Итак, начнем мы с большого гриба. Ну, я разрезаю его вот на такие как бы сегменты. То есть такие треугольнички. И просто обмакиваю с двух сторон. И выкладываю на сковородку. Так, кстати говоря, забыла ее включить. Собственно, сам процесс обжарки довольно прост. Обжариваются они довольно быстро. То есть это буквально, ну не знаю, минута максимум на каждой стороне. Сильно их зажаривать не нужно. Поскольку они все-таки съедобные в сыром виде. То есть сильно их не нужно обжаривать. Обжаривать прям вот жестко так. Достаточно будет небольшого времени. Просто чтобы они подзолотились. С каждой из сторон. Сейчас нагреется у меня сковородка. И использовать я, как уже сказала, буду по мере необходимости. Чтобы израсходовать весь кляр. Если мне этих грибов не хватит, то у меня и замороженные. Ну а соответственно, если останутся от этих, от этой партии, то я уберу их в заморозку в индивидуальном пакете. Потому что они очень хорошо слепляются между собой. И давайте покажу, наверное, как я их обмакиваю. И потом уже покажу. Собственно, обжаривать там ничего сложного нет. Вот так мы просто их... Их не нужно там валять. Нужно просто чуть-чуть сверху вот так вот. Потому что они все-таки нежные и хрупкие. Если их там валять, они все у нас раскрошатся. Вот. И поднимаем снизу. Немножко сливаем лишнее. И кладем на сковородку. Сковородка должна быть горячая. Масло должно побулькивать. Чтобы сразу начался процесс обжаривания. И я вернусь уже, когда их обжарю. Покажу вам, как они выглядят. Вот, друзья, получились у меня вот такие вот золотистые грибочки. Как вы видите, до состояния зажаренности их не нужно обжаривать. Буквально по минутке, если на небольшом огне, по минутке с каждой стороны. Просто, чтобы они подрумянились. Обалденная вкуснотища. Поверьте мне на слово. Если доведется такой гриб найти, обязательно берите, обязательно пробуйте. Очень вкусно. И сейчас у меня будет обед с этими замечательными грибами. Здесь у меня заваривается кускусик. И на десерт виноград. Приятного аппетита. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok